Всем здравствуйте! Я в селе. Наконец-то я решила записать видео, когда собралась вообще с Духом и, можно сказать, привела в порядок своё эмоциональное состояние и вообще физическое. И сейчас могу вам немножко рассказать о том, что произошло с нашей семьёй и где мы сейчас. Потому что много было сообщений, были и хорошие сообщения, и не очень. Люди, не зная ситуацию, пытаются в чём-то меня обвинить, что-то мне сказать. Начнём с того, что с 25-го числа, с 25-го февраля я уже с семьёй не была в Запорожье. Мы поехали к родителям, так как очень за них волновались. Сейчас мы продолжаем жить у родителей, у родителей Виталика. Они в возрасте, поэтому им просто в это время необходима наша помощь. Дети также с нами. Поэтому видео, которые выходят на канале «Готовим с любовью», чтобы понимали, это архивные видео. Пусть там не льют на них грязь. Это видео были ещё сняты заранее, к 8 марта, когда я готовилась. И салаты, и тортики. Я всегда, вы знаете, как по жизни трудоголик, поэтому всегда у меня есть в запасе 10 видео, потому что я могу и заболеть, и вообще жизнь непредсказуема, как уже это видно в наше время. Значит, мы у родителей. Буквально пару дней, как только мы приехали к родителям, полностью отключили свет на 15 дней. Эти 15 дней я не забуду никогда вообще. Это самое трудное время в нашей жизни было. Ещё вы помните, март был очень холодный. Начало марта, морозы, минус 11, нас просто спасло то, что у родителей печное отопление. Каждое утро муж ходил за водой, за питьевой. Потом он наносил в бидоны воду для хозяйства, и также вечером, чтобы можно было нагреть и покупаться. И так каждый день. Если честно, дни сплетались. Я не знала, какой день. Было трудно. В доме у родителей всё, скажем так, приспособлено к электричеству. Всё, насос, подача воды, всё зависит от электричества. Поэтому ложились спать мы в полседьмого. Ночи были тёмные, холодно. Два раза в день мы растапливали печку. Это был ужас. Это был ужас. Конечно, мы слышали, как стреляли. Многие писали мне уже туда дальше. Когда я прочитала эти сообщения, это ужасные сообщения. Вы хотя бы сняли видео. Я бы посмотрела на вас, как бы вы снимали, когда телефоны разрядились, нету связи. Я пыталась как-то связаться с родителями. Бегала и в балку, и на всякие возвышения поднималась. Я с родителями шесть дней не была на связи. Мы все испугались. Сейчас легче. Сейчас легче свидали. Но вот это эмоциональное состояние, которое было у меня на тот момент, я не пожелаю ей врагу. Потому что было сложно физически и было очень сложно морально. Обидно было за детей, обидно было за семью, обидно было за то, что вообще произошло. И это произошло так неожиданно. Никто не ожидал. Мы за десять минут из Запорожья собрались. Всё, что могли, всё взяли. У меня то ли депрессия началась, ну просто внутреннее выгорание. Когда даже включили свет, я думала, ну как бы мы обрадовались. Я постоянно была с детьми. Насчёт детей, многие задают вопросы, не переживайте. С детьми всё хорошо, как могла, дарила любовь, всё внимание детям. Кормили прогулки на свежем воздухе только во дворе. Тут и Рокси подросла, детям весело. Козлята есть у бабушки, куры. Ну, дети, можно сказать, не почувствовали. Вот, знаете, такого страшного внутреннего состояния, как у нас с мужем было, неопределённости. И, вы знаете, каждую ночь, так как ложились рано спать, в сказке детям рассказывали. Они рано и засыпали у нас, но я не спала. Сплошной недосып мысли. Понимаете, мысли были разные. За что, почему и как. Вот в наше время, вот, ну, знаете, трудно это объяснить. Это надо пережить. И те, кто писали, что к вам дойдёт, вам вернётся. Я в самом эпицентре событий. Запорожская область. Я не в Запорожье. Поэтому не надо лить грязь. Тем более на моих детей. На мою семью. На моего мужа и на меня. Когда было всё хорошо, готовили по рецептам. Все были такие, целовали. А потом вот это всё вылилось в таком, ну, я не скажу, что было много этих сообщений, но они были. И я хочу вам ответить так же, как вы писали мне, что ваши речи, та на ваши плечи. И Бог не теля бача сезвителя. Это то, что вы мне писали, что ко мне не дошло, что вы ещё всё получите. И такого рода, вы знаете, просто мне стало обидно, что свои же, своих и готовы закопать. Так никто не... Если вы ничего не знаете, если я ничего не записывала, значит, у меня нет возможности. Просто нет возможности. И всё. Большое спасибо людям, которые писали в Инстаграм, слова поддержки, всем людям. Говорю огромное спасибо. А вы знаете, вот это эмоциональное выгорание спровоцировало, когда вот человек всё внутри разрывается, беспомощность, ты не знаешь, что делать, держишься ради детей. Как-то я так истощилась, ну, внутренне, и физически было. Была и физически, и морально. В общем, проблемы со здоровьем начались. Ну, вернулась хроническая болезнь. Таблеток нет. В городах нет, в селах тем более ничего нет. И потом, когда появился связь, свет, вроде бы надо радоваться, пустота есть. Я в таком состоянии впервые. И через это состояние решила записать это видео, когда мне стало легче. Возможно, у кого-то тоже будут такие проблемы, что мне помогло. И я в Инстаграме, попалась какая-то глава, психолог написал статью. Я и не хотела читать, но вот как-то меня вот прочитаю. Вы знаете, связь слабая. Инстаграм тоже тяжело загружался. И там психолог написал. Синдром, а, вспомнила. Синдром отложенной жизни. Значит, что это такое? Я когда прочитала это все, я просто не могла поверить. Это как будто написано о том, что переживаю я. Что я, как я каждую ночь засыпала. Вот сейчас, вот день пройдет, еще пару дней пройдет. И все вернется на свои места. Все это закончится. Мы поедем в Запорожье. Вернется прежний быт. Все как всегда. Завтрак. Ну, все как всегда. А это день проходит два, три. Я уже не считаю. Оно не проходит. Поэтому, люди. Что в той статье было написано? Что это болезнь. Синдром отложенной жизни. Это депрессия. Это внутреннее выгорание. Что жизнь не остановилась. Эта статья была посвящена тем людям, которые живут в странах, где война, военные действия. Это синдром у каждого второго, третьего человека. Там так было написано. То есть вы должны понимать, что жизнь проходит, что жизнь не остановилась, если война. Жизнь идет. И нужно принимать то, что есть. Дети взрослые. Дети взрослеют. Мы стареем. Родители стареют. Жизнь продолжается. Поэтому нужно брать себя в руки и продолжать жить. Продолжать жить, насколько это можно в данных условиях, в которых мы оказались. Что касается меня, вы знаете, кто-то выходит из депрессии, там, день, два, кто-то неделю, кто-то год не может выйти. Я вот это прочитала, эту статью, и думаю, какого черта? У меня двое детей, которые только начинают жить. Я вот, вы знаете, я даже не знаю, как у меня так получилось. Я сразу, не знаю, вот переосмыслила. Вот я тут бьюсь, плачу ночами, опухшая, запухшая, болячки. Кому это надо? Ну вот, я так прочувствовала вот эту статью, думаю, боже, ну это ж надо так написать. Так правильно написать. У меня прям руки дрожат, потому что я читала эту статью и думаю, это мое состояние на данный момент. Поэтому, люди, продолжайте жить, как возможно, ради детей, ради родителей. Это время не вернётся, оно идёт. Нужно приспосабливаться. Невозможно приспособиться, я понимаю, потому что трудно. Но другого выхода нет. Вы знаете, не знаю, когда выйдет это видео, потому что у нас то связь пропадает, то бывает такое, что не загружается видео, интернет слабый. Не знаю, когда выйдет это видео, но я хочу, чтобы оно вышло и люди меня услышали. Благодаря тем хорошим подписчикам, в кавычках, я закрываю на свои видео комментарии, пока вот я не наберусь силы и буду спокойно читать эти оскорбительные комментарии. Но я просто говорю, в любое время нужно оставаться людьми. И если вы ничего не знаете, что происходит в человеке, ни в коем случае не обвиняйте, потому что это вернётся вам в двухкратном размере. Жизнь как бумеранг, оклеветаешь, оно к вам вернётся. А всем остальным я желаю мира и добра. И, конечно же, удачи и везения во всём и всегда. Сейчас она вам и нам всем просто необходима. Большое спасибо за поддержку. Кто писал в Инстаграме, кто писал на телефон, кто писал на старые видео. К этому видео я тоже закрою комментарий. Попрошу мужа. Дети вам передают привет. Сейчас Влад занимается, Вика тоже. Вику научила читать. Вы знаете, у меня как открылось второе дыхание. Я мужу говорю, ну если у нас нет интернета, давай на телефоне сделаем интернет. Связь появилась. Мы заказали, оплатил муж. Владик занимается онлайн по-английскому. Занимается онлайн в школе. Но не всегда удачно. Иногда бывает слабая связь и интернет не тянет. Я занимаюсь с ним. Я прохожу с ним и математику, и английский. Все, мы с Владиком идем по программе. С Викой также занимаюсь. Викуля у нас уже пишет, читает по слогам. Вы знаете, с детьми читаю сказки. В общем, продолжаю жить и буду жить. Настроюсь, буду снимать, если у меня будет получаться. Потому что очень много обязанностей. Сейчас вот мы уже посадили лук, мы уже посадили чеснок с мамой, с Виталиковой мамой. Что мы посадили еще? Посеяли огурцы, помидоры. Папа с Виталиком обрезает сад. По мере возможности мы стараемся адаптироваться к ситуации, что я хочу пожелать всем остальным. Не теряйте надежду, верьте в лучшее. Будем надеяться, что все скоро закончится. Всем желаю мира, мирного неба над головой, уюта в ваших домах. Держитесь вместе. Если есть возможность, приезжайте к родителям. Просто наша помощь для них сейчас необходима. Родители Виталика в возрасте, они болеют и без этого. Плюс переживания сумасшедшие. Поэтому нужно беречь своих родных. А самое главное, всю свою любовь, которая у вас есть, отдавайте своим детям. Добра вам мира. Рокси. Рокси уже стала большая. В общем, если соберусь с силами, найду время, обязательно постараюсь к Пасхе снять хотя бы один рецепт или парочку куличей. Но если успею, не обещаю. Потому что работы у меня много. Учу детей. Дом на мне. Готовка еды на мне. Ну, муж помогает по хозяйству. Работы в селе очень много. Будем верить в лучший. Рокси нас поддержит, защитит. Красавица. Я очень рада, что все-таки собралась с силой и записала это видео. Если честно, я садилась раз пять его записывать. Но на этот раз решила, если не запишу, то больше не буду садиться записывать это видео. Надеюсь на ваше понимание. До скорой встречи. Пока. А тем людям, которые писали, что моя хата с краю, ничего не знаю, хочу вам ответить. Что моя хата не с краю. Она в самом эпицентре событий. А если бы у вас было так же, как и у меня, то поверьте, вы бы такие гадости не писали. У вас бы были совсем другие проблемы. Вы бы думали, где взять питьевую воду. Как обогреть свой дом. У вас попросту бы не было ни связи, ни интернета. И не нужно никого поливать грязью. Потому что эта грязь вылится на вас. Очень обидно. Очень обидно за людей. За их жестокость. Пусть это будет на совести каждого. А те, кто пугали меня отпиской, пожалуйста, отписывайтесь. Зарость не то время. Поэтому отписывайтесь. Мне не холодно, не жарко от этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!